Их можно назвать настоящими укротителями велосипеда. Перед членами отрядов юных инспекторов движения стояли непростые задачи. На ходу перенести стакан с водой, проехать по узкой дорожке, не задев препятствия. Испытания ребята проходили в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса любителей двухколесного транспорта «Безопасное колесо». Сегодня здесь дети будут показывать виртуальное вождение велосипеда в ограниченном пространстве и в определенные временные рамки. Сотрудники госавтоинспекции города Сарова будут шлять судейства. Каждый год у нас происходят такого рода происшествия, когда несовершеннолетние попадают в дорожно-транспортные происшествия, либо будучи пешеходом, пассажиром и также на велосипедах. Бывают случаи, когда дети не спешиваются с велосипедов, проезжают в пешеходном переходе и попадают от колеса автомашины. Команды из школ города проходили три этапа – медицина, экзамен по ПДД и фигурное вождение велосипеда. Все они демонстрируют уровень знаний, которые пригодятся детям в летний период, когда одним из основных способов передвижения становится двухколесный транспорт. Среди участников соревнования – новички и уже опытные конкурсанты. По их словам, подготовка и само прохождение испытаний – увлекательное и веселое занятие. Я участвую не впервые. До этого я еще участвовала около двух раз на уровне города. И один раз наша команда выезжала на регион. Наша команда собиралась хотя бы раз в два неделю. Повторяли чисто фигурное вождение велосипеда, билеты и оказание первой медицинской помощи. Последнее было самым интригующим. Жюри отметило, что руководители отрядов подготовили достойные команды, практически не уступающие друг другу ни на одном из этапов конкурса. Победителем стала команда «ЮИЧ» школы номер 10 в десяточку. Теперь им предстоит продемонстрировать свои знания и умения на областном этапе. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.